в эфире давыдов индекс программа в которой мы говорим с интересными людьми сегодня у нас гостях максим руссо это совершенно фантастический человек который знает про фесский диск о котором я до встречи с ним вот честно признаюсь вам не знал практически ничего ну это мне напоминает такой сиди диск вот так по большинстве хотя наверно в принципе в чем-то похоже сесть до максим фесский диск это действительно диск действительно с нанесенной информацией он чуть крупнее чем компакт я был в чем-то правда он где-то 15-16 сантиметров вот такой вот немножко неправильный круг формы у него на обеих сторонах нанесены знаки что они означают на каком языке это запись откуда это письменности до сих пор никто толком не понимает предлагались даже не десятки а сотни вариантов его дешифровки но вы они все не выдержали а как началась вообще эта история нашего нашли в 1908 году раскопках на крите в городе фест это южное побережье крита он грекам принадлежит можно увидеть в музее клеона на крите в археологическом он в экспозиции можно увидеть на выходе купить футболку с его изображением у меня было много золку похоже износилась немножко поэтому я сегодня не надел вот и в этом городе фест при раскопках древнего фестского дворца итальянский археолог луиджи пернье нашел этот диск вот с тех пор вот с 8 года уже прошло больше ста лет никак не могут расшифровать надписи на диске он покрыт знаками знаки располагаются по спирали на обеих сторонах и до сих пор ученые даже не пришли к единому мнению стоит ли эту спираль читать от края к центру или наоборот от центра к его пытались читать на разных языках от греческого и хетского до такие экзотические любительские версии буквально до русского языка но опять же успеха никакого не а искусственно разум не помог то есть это пытались превратить там нельзя в компьютерные программы еще даже до развития компьютеров был проведен статистический анализ надписи он принес определенные плоды то есть скорее всего понятно что это письменность имеет слуговой тип по ассортименту знаков их всего разных знаков всего на диске 45 вот и можно предположить что 45 скорее она каждый знак обозначает какой-либо слог возможно отдельные знаки так называемые детерминативы они обозначают какой смысловой области относится данное слово в частности там очень частый знак изображает он голову в профиль с таким панковским иракезом ученые называют знак голова с гребнем вот скорее всего это именно детерминатив который возможно возможно ставился перед именами основная проблема в том что все-таки надпись очень короткая там сто двадцать три кажется знака на страну что это поздравление с днем рождения стороне бы очень мало материала для анализа может открытка отечественные двое ученых виталий шиворошкин и александр кондратов они предложили такой эксперимент не как серьезную расшифровку а как пример предположим что первый знак обозначает слог ца почему не предположить предположили давайте предположим что второй знак обозначает слог ря предположили получается царя и так они русские слова подобрали так чтобы они точно соответствовали употребленным знаком и получили текст царя минуса веления царевичу мишуви сыну моря что-то там привести груза в корабль так по полный диск они прочитали это демонстрирует то что такой короткий текст допускает множество вольных интерпретаций а почему не понравилось потому что все-таки русского языка за полторы тысячи лет до нашей эры еще не было серьезный исследователь он не станет читать это по-русски он возьмет например хетский язык которым много известно прочитана хетская клинопись и он точно также сможет подобрать хетские слоги хетские слова и получить хетские тексты в принципе это будет непротиворечиво но это ничего не докажет кстати все знаки они изображают какие-то понятные вещи состоящего человека женщину пленника со связанными руками в принципе все же достаточно общеупотребительно как вы из картинки узнаются но как какие чтения за ними стоят естественно непонятно когда это будет раскрыт есть какие прогноз дает же он прогноза будет когда откопают что-нибудь еще чем можно сравнить когда объем имеющихся текстов мы возрастет хотя бы раза в три тогда уже будет возможен прогресс а диск не может быть подделкой вообще там как-то исследовали может периодически появляются сообщения скептиков что вот что-то там не то слишком уж он загадочный в частности в двухтысячные годы такой исследователь в основном он историк античного искусства может ребенок обжирал эйсенберг высказал мнение что вы перье это все придумал и сам сделал этот диск обжег его в печи с непонятными значками потому что он завидовал эвансу открывшему кносскую цивилизацию его замечательным находкам в кносе перье таких злая шутка такая возможно вообще теоретически возможно но с другой стороны на мой взгляд у эйсенберг злоупотребляет своей репутации неспровергателя авторитетов он очень часто пишет о том что какие-то знаменитые археологические памятники на самом деле подделка а серьезных доказательств кроме подозрений у него нет то есть до диск не очень соответствует технологиям которые в основном на крите тогда имелись но еще не было ни одной публикации когда скажем при помощи какого-либо там термолюминесцентного датирования удалось определить возраст глины и он соответствует началу двадцатого века а вовсе не 1700 года до нашей с ней да не нет нету да вот эйсенберг попытался получить разрешение на термолюминесцентное датирование на изучение диска музей в реклеоне ему отказал во первых музей не очень любят когда очень важны и очень популярна главный экспонат в частности археологический музей в афинах не позволяет исследовать современными методами золотую маску агамемна насчет которой есть тоже сомнения что шлеман мог изготовить там постоянно сам вот во вторых я не очень в курсе термолюминесцентного метода но возможно они боятся утратить артефакт потому что при этом исследовании образец керамики разогревается до 500 градусов может но по крайней мере он может как-то деформируют поврежденные или что-то там кусочек от него отколоть тоже никто не даст для этого исследования в принципе там нужно не совсем немного вот если как-то смогут исследовать новое метод из разрушения и на это пойдут загадка загадка заключается в двух вещах неожиданная находка или появление новых методов которые позволят исследовать собственного структуру вещества на датировать есть забавное предположение что это вообще никакая не надпись а настольная игра на самом деле печать может видя спирали дорожка по которым ходили фишки люди бросали кости кубики насколько выпадет очков столько шагов делают по этим вот значкам вот в древнем египте очень популярные игры настольные именно виде спиральной дорожки виде такого змея свернувшегося в кольцо игроки начинали от хвоста и должны были дойти до головы мехен называлась египетская игра точно ее правила неизвестны потому что сохранились только сами изображения сами вот эти игровые поля и изображения на барельеф на фресках сидят играют сейчас просто энтузиасты придумывают свои правила как играть в мехен вот и поскольку форма очень напоминает спираль дисковая то и главное вот эти значки так расположены как поля по которым можно ходить каждый из них чего-то значит хорошая есть такая вот гипотеза но статистический анализ распределения знаков и слов и частей слов все-таки говорит что он очень хорошо совпадает с тем как выглядел бы текст на каком-то языке записаны спасибо максим у нас гостя был максим руссо мы говорили про фесский диск и пришли к выводу что надо подождать